Друзья, всем привет! Этот выпуск хочется начать вот так, как будто я немножко бараби, немножко кукла, потому что сегодня в Fake or Real мы будем рассматривать культовую модель Mary Jane Socks от Chanel. Они пришли к нам в мир моды со страниц детского американского комикса про приключения мальчика по имени Бастер и его сестру Мэри. Сегодня в нашем распоряжении необычная интерпретация от Chanel, ставшая главным солдаутом этого сезона. Как всегда, начинаем с внешних отличий. Сразу бросается в глаза разница в главных декоративных элементах – стразах и ремешке с брендированным бантиком. В общем, очевидно, что стразы оригинальных Mary Jane крупнее, более такого, знаете, холодного оттенка и подобраны однако дной. Плюс они выглядят как будто более прозрачными, чем фейковыми. И вот эти же фейковые, они более мелкие и отдают желтизной немножко. Бантик тоже отличается по размеру. Во-первых, я уже не говорю про ленточки, которые здесь держатся, причем это не зависит от наполнителя. У нас здесь тоже наполнитель стоит, да? Вот этот бантик как будто бы кто-то примерил уже раз 15, а здесь все очень плотненько сидит. Не суть. Я начала с размера, просто жалуюсь уже на все подряд. В общем, в настоящем варианте он маленький, аккуратный и лого Chanel более белое по оттенку. А в подделке бант больше. И внутри добрый вечер. Видна некачественная прошивка белыми нитками. Знаете что? В общем, чтобы вы понимали, просто взята лента и вот так вот жгутиком беленьким перевязана. Вот вам и бантик от Chanel на той же фабрике только ночью. Лакированная часть носа в фейке заметно больше. Это не зависит от размера. Тут не сильно разница, да? 37-38, тем не менее, смотрим. Огромный носик. Ну, а спасибо, спасибо, что сделали приближенный к реальному 38-й размер, потому что азиатские фейкмейкеры грешат маломерками. Ну, тут вот поднатаскались. Уже неплохо. Интересный нюанс, помимо размера, то, что в оригинале носик не прострочен. Он как бы закручен внутрь и все. Здесь у нас для конкретной фиксации и внутрь закручен, так еще и прострочен. Такого в оригинале вы не увидите. Ну и, конечно, стыки очень неаккуратно сделаны. Видна проклейка. Такое иногда бывает у оригинальной обуви, но здесь прям очень сильно выходит клей, друзья. Ну и давайте перейдем к подошве, раз уж я их уже перевернула. Тут, в принципе, я не буду заострять сильно внимание на пленке и всем подобном. Такое, ну, как бы... Вряд ли вы увидите в оригинальной обуви Шанель такое. Просто иногда бывает ставят проклейку в бутике, но это не такая проклейка. В общем, здесь подделка очевидна. Меня больше интересует набойка на каблуке, потому что в оригинале она абсолютно матовая, а в подделке как будто немножко покрыта... Или сам материал такой с маленькими-маленькими блесточками. Просто чуть поблескивает. Такого нет в оригинале, как я уже сказала. И плюс, гениально, высота каблука в подделке на 3 миллиметра примерно выше, чем в оригинале. Как бы, так сказать, немножечко докрутили. То, чего не хватало. Добавили. А вот еще, знаете, классный момент. Кант, задняя прострочка в оригинале уже в подделке шире. Вот этот кант сделан. Ну и, конечно, совершенно точно отличается прострочка носка. Носочек, да, вот этот вот сок сверху. Вот как это выполнено в оригинале, вот как это неаккуратно выполнено в подделке. Видимо, с расчетом на то, что будут носить, никто не заметит. Кожаная стелечка. Ну, подразумевается, что здесь тоже должна быть кожаная. Единственное, что, во-первых, отличается принцип построения этой стельки. То есть тут у нас просто единая кожаная прокладка. А здесь, сейчас скажу, как будто пухленькая подушечка дополнительная сделана. Да, то есть это еще один кусочек кожи, который создает такую амортизацию для пятки. Отличительный нюанс. Ну, я не буду уже говорить про цвет логотипа. Здесь в подделке он у нас почему-то золотой. Пусть будет. Ну, и в оригинале серебряный. Что ж, друзья, я думаю, на этом можно закончить наш выпуск. Надеемся, что мы порадовали вас полезной информацией. Будьте аккуратны. Делайте покупки осознанно. Только на Ускелле, потому что мы гарантируем оригинальность. И не забывайте заглядывать к нам в бутик в центре Москвы на Столешниковом переулке, чтобы приобрести уже проверенные нашей командой аутентификаторов лоты. Всем пока. До встречи.